В Северском Доме Культуры творческие коллективы готовятся к отборочному туру ежегодного фестиваля, организованного Управлением Культуры Верхнесалдинского округа «Славлю тебя, село мое родное». В середине апреля 1-2 из заготовленных номеров комиссия утвердит для гала-концерта. Родники уклада жизни русского народа появились именно в деревне и напоили нашу страну серебряной водой духовности. Сохранить ее чистоту – задача работников культуры села. Миссия ответственная. Не потому ли на репетиции северского хора мы застали главу администрации деревни Любовь Данькову? Вы считаете, что я пришла, потому что вы что ли приехали? Меня отсюда не выгонишь? Я волновалась, что меня новый композитор не примет в коллектив. Новый хормейстер принимает всех. Антон Андреев получил образование по классу баяна в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. Учился у народного артиста Виктора Романько. После службы в ансамбле «Песни и пляски» при Волжско-Уральского военного округа Антон решил посвятить себя работе на селе. Мне кажется, что здесь непосредственно именно те места, где сосредоточена культура, откуда она пошла, вообще народная культура. Она же пошла вот из деревни. Это наши истоки, да. И вот детский коллектив, он именно занимается истоками, он именно фольклорный, что ни на есть настоящий коллектив русский народный. То, что пелось в деревнях раньше. В прошлом году хор под руководством Андреева принял участие в фольклорном фестивале «Труицкие гуляния» в Верхотурье, где занял первое место. Северский хор уникальный, самобытный. В 2016 году он отметит 40-летний юбилей. Коллектив был создан с легкой руки Бориса Горчанова. В 1996 году ему было присвоено звание народного. После того, как не стало Бориса Григорьевича, звание было утеряно. Но хор продолжал выступление репетиций, поскольку по совместительству пришел опытный хормистер. В прошлом году сотрудничество прекратилось. Тогда руководитель клуба разместила объявление о вакансии. Так и произошло знакомство с Антоном Викторовичем. Цель максимум. Мы хотели бы, конечно, получить звание народный коллектив со взрослым ансамблем нашим. И вообще планы очень большие, конечно, и на детей, и на взрослых. Выступить на областном фестивале или конкурсе, именно на народных коллективах. Там, конечно, приезжает большое количество хоров. Это может быть и 60, может быть и 100 хоров. И там мы должны привезти какую-то премию, первую, вторую, третью, чтобы получить звание народного. Айна Карпенко в клубе и директор, и оформитель, и главная движущая сила, и руководитель кружка-мастерилка, где ребятишки создают удивительные поделки с подручного материала. На сегодняшний день Дом культуры посещают 130 детей, от самых маленьких до молодежи 18 лет. В последнее время, конечно, интернет, да, забирают у нас много, как бы люди, да, устают и сидят в интернете. Но вот молодежь и дети ходят, а вот более старшего поколения их как бы сложнее чем-то заинтересовать, завлечь. Но они посещают, но библиотеку. Дружно работают, вместе отдыхают. Десятилетие насчитывает традиции провожать Старый год всей деревней. Каждый год 31 декабря люди собираются на новогодний огонек. У нас проводится с 8 вечера до 11 часов дискотека. Дед Мороз, Снегурочка поздравляют. И потом с часу до 6 утра дискотека, народ приходит, поздравляют, обнимаются. На протяжении уже, можно сказать, лет 7 возродили праздник испокон, который праздновался у нас в деревне. Это Троица. Летом люди собираются, завевают березку, поют песни, водят хороводы. Это вот такой большой праздник, который мы проводим. Школьниц Настю Павленко и Евгению Приход можно смело назвать завсегдатами клуба. Девчонки с удовольствием принимают участие в троицких гуляниях. Троица, ну мы там, нас бывают, там роль дают какую-то. Мы выступаем, играем с детьми, пляшем, поем. Нам больше нравится русские народные петь. Потому что они такие медленные, они такие плавные. Танцевальные коллективы, которыми руководит Алена Латыпова, также гордость клуба. Девчонки блистают на концертах, фестивалях и танцевальных баттлах, как в Верхней Салде, так и в других городах области. Алена Борисовна приехала в Северную в гости, да тут и осталась. А поскольку в ее венах течет молдавская кровь, то вначале она пыталась сделать прививку молдавской культуры и в области постановки танцев. Но затем эту затею оставила, сосредоточилась на современном и русском народном репертуаре. Недавно танцовщицам шили красивые костюмы, что несказанно обрадовало хореографа. Финансовая, ну все этого нету, поддержки. Там костюмы, музыку, аппаратура специальная, чтобы танец выглядел хорошо. Звучание. Да, звучание, спецэффекты, там все прочее и прочее. Это все от этого много, до сценический образ, много чего значит. Много значит и для сельских работников культуры понимание на всех уровнях власти их непростых задач. Это нелегкая работа. Кажется со стороны, ну что там делает культработник? Ну, пришел, потанцевал, поплясал и все. Нет, это надо же привлекать, это же надо заинтересовать, придумывать что-то, чтобы было интересно, каждый раз что-то новое. Потому что это очень, я скажу, что нелегкая работа. Клуб живет. Его сотрудники придумывают все новые проекты, чтобы охватить ими как можно больше односельчан. Мне нравится, я наоборот отдыхаю. Сейчас у нас влились девочки, вот молодые девочки, которые вы видели, подростки танцевали. Они еще и поют вместе с нами. Посмотрите, какие у нас девочки все красивые, правда? У нас и женщины все симпатичные. Новые костюмы нам пошили. Елена Лобанова переехала в Северную из Пермского края в 80-е. Тогда же пришла в хорн. И с того же времени исколесила с ним всю округу. С Горчановым по городу ездили, концерты летом давали на летних площадках. Прихожу, душа радеет. Молодеет. Так что будем ходить, пока ноги носят. Раз есть такой оптимизм в людях, значит есть завтрашний день у сельских и деревенских клубов. Маленькими пульсирующими точками разбросанных по карте российских учреждений культуры. Клуб живет. Надеюсь, будет жить дальше.